Добрый день, дорогая церковь! Действительно странно стоять перед пустым залом, но используя новые технологии, мы стоим, можно сказать, перед всем миром. Поэтому я приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, которые с нами здесь сегодня. Хотела бы поделиться сегодня с вами, поговорить, порассуждать, может быть, на одном из самых тяжелых вещей, которые есть у нас в отношениях между нашими ближними. Это, наверное, одно из самых тяжелых слов, которые мы говорим. Я, конечно, вижу, как вы все киваете. Мы это пытаемся преподнести детям. Постоянно учим их этому. Об этом даже пишут песни, насколько это тяжело. Это простое слово. Слово «прости». Прости меня. Но не хочется говорить сейчас о человеческих песнях или даже человеческой мудрости. Хочется говорить о слове Божьем, который есть вечная и высшая мудрость, исходящая от источника премудрости, от самого Бога. Вот интересные слова записаны у Якова 5.16. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте ее. Якова 5.16. Признавайтесь друг пред другом в проступках. И молитесь друг за друга. Итак, мы видим здесь прямое указание в Писании, чтобы человек, согрешивший пред ближним своим, мы видим указание признаваться в своей неправде. И это не просто заявить, да, я сделал неправду. Здесь призывается признать свою вину с покаянием и с просьбой о прощении. Сказав, я виноват перед тобой. Я поступил неправильно. Я осознаю это. Прости меня, пожалуйста. Это тяжелые слова. Прости меня. Я прошу у тебя прощения. Вот интересные слова. Говорит нам Иисус Христос в Матфея 5.23.24. Еще раз. Матфей 5.23.24. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой преджертвеннику. И пойди и примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Итак, мы видим, что здесь Иисус говорит о человеке, который идет к Богу, навстречу к Богу, может быть, на молитву к Нему. И в этот момент ему кто-то напоминает. Этот кто-то напоминает ему, что есть брат, который имеет против него что-то. Дух Святой, конечно, напоминает. Ты брату сделал больно. У него рана. Пойди, примирись с ним. Но он же меня просто не простил, ему надо простить меня. Он меня простит, и все будет в порядке. Но Иисус говорит, что именно ты призываешься пойти к Нему. Перед тем, как ты идешь навстречу к Богу. И примириться, и восстановить отношения. Если Он что-то имеет против тебя, лично, узнай. Спроси. Обсуди. Иисус говорит, что это важнее сделать, чем прийти к Богу в данный момент. Сначала пойди к брату своему. Прежде примирись с братом. И потом приди и принеси свой дар. Может, ты даже быть не заметил, что ты сделал кому-то больно. Но Иисус говорит, что это моя ответственность пойти к тому, кто имеет что-то против Меня. И поставить все на свои места. Оставь там дар Твой. Преджертвенникам. И пойди прежде примирись с братом Твоим. И тогда приди и принеси дар Твой. Иисус говорит о примирении с другим человеком. Матфей 5, следующие стихи, Матфей 5, 25-26. Мирись с соперником Твоим вскоре. Пока ты еще на пути с ним. Чтобы соперник не отдал Тебя судье. А судья не отдал Тебя слуге. И не вергли Тебя в темницу. Истинно говорю Тебе. Ты не выйдешь оттуда. Пока не отдашь до последнего кадранта. Мы видим, как Иисус сопоставляет здесь долг с грехом, с согрешением, с какой-то неправдой. Мы видим, что Иисус здесь сравнивает с грехом с грехом, с неправдой. Принесенный против ближнего. Очень замечательно здесь читать, что между людьми, между Тобой и Твоим ближним есть судья. Написано, соперник отдал Тебя судье. И между Вами рассудит самый справедливый судья всей вселенной. Если Он найдет Тебя виновным, Он отдаст Тебя в темницу. Это сопоставление мы смотрим и видим и в другой притче Иисуса, которую мы будем разбирать чуть позже. Иисус провел прямую зависимость между покаянием, между просьбой о прощении, такими словами, как «прости меня», и получением прощения. Я прощаю Тебя. Лука 17, стихи 3 и 4. Еще раз, Лука 17, стихи 3 и 4. Если же согрешит против Тебя брат Твой, выговори Ему, и если покается, и если покается, прости Ему, если семь раз в день согрешит против Тебя и семь раз в день обратится, и скажет, «прости Ему». Это прямая зависимость между словами «прости меня», «я каюсь». Я осознал свою ошибку и словами «я прощаю Тебя». Как можно получить то, чего ты не просишь? Иисус сказал, «просите, и дано будет вам». И для того, чтобы получить прощение, Его нужно попросить. Его невозможно заслужить. Его невозможно как-то заработать. невозможно что-то сделать, что-то особенное, какой-то подвиг совершить. Какие-то поступки совершить, чтобы получить прощение. Невозможно быть достойным прощения. Его можно только попросить и получить. Но если я не буду прощать, то Господь не простит мне моих грехов. Я останусь с ними. И эту прямую зависимость мы видим в притче Иисуса Христа, в учении самого Иисуса Христа. Именно с этой целью Он оставил нам притчу о должниках. Чтобы нам было понятно, как работает эта абсолютно прямая зависимость. потому что это одна из самых тяжелых вещей в отношениях между людьми. И ученикам это тоже было непонятно. Петр спрашивает Матфей 18, 21 и 22. Еще раз. Матфей 18, стихи 21 и 22. Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешившему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз. Но до семидежды семидесяти раз. И услышал это Петр, наверное, и все остальные, и, наверное, им было тяжело это понять. Как это? И Иисус прекрасно это понял. И Иисус прекрасно понял, что это непонятно прямо так. И поэтому объясняет это на нашем простом человеческом языке. Через притчу. Следующие стихи, буквально следующими за этим ответом. Матфей 18, 23 до 34 стиха. Я не буду читать весь, просто отрывки основные в этих стихах. Итак, Царство Небесное подобно Царю. Приведен был к Нему некто, который должен был ему. То есть, у Царя был должник. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорит, Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу. Другими словами, я должен тебе. Прости меня. Прости меня, потому что не могу отдать тебе этот долг. Отпустил его, и долг простил ему, Царь. Царь прощает ему. Выходит этот должник, бывший, бывший должник, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему, и говорит, отдай мне, что ты должен, и говорит, pay me what you owe. Тот пал к ногам его, умолял, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Он упал на ногах и молчил его, молчил , будь подпишись с мной, и я вам платить всем. Теми же словами, обращаясь к нему, которые тот говорил только что Царю, прости меня, я должен тебе, я осознаю это, но не могу отдать тебе долга, прости меня, я виноват пред тобой, но тот не захотел простить, и пошел посадил его в темницу, но государь призывает первого бывшего должника и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя, здесь мы видим в этой притче точно такую же прямую зависимость, в обоих случаях между прости меня и словами я прощаю тебя, или же как в словах того злого раба я не прощаю тебя, и вот такое заключение подводит Иисус к этой притче, следующий стих, Матфея 18 35 так и Отец Мой Небестый поступит с вами если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешение его а как поступил тот царь он отдал его истязателям пока тот не отдаст всего долга Господь говорит когда вы просите у меня прощения я прощаю вас от сердца и вы призваны прощать от сердца когда вас просят много раз мы встречаем эту зависимость Писаний Матфей 6 12 прости нам долги наши и мы прощаем должникам наши буквально следующие стихи после этого Матфей 6 14 15 ибо если вы будете прощать людям согрешения их то простит и вам Отец Небесный а если не будете прощать людям согрешения их то тогда поэтому и Отец ваш не простит вам согрешения ваших здесь Иисус проводит прямую параллель неразрушимую можно сказать параллель между тем как прощает Бог и тем как нас призывает прощать но давайте посмотрим как прощает Бог какой грех и как прощает Бог если мы отложим в сторону самый страшный грех особенный грех про которому сказано что-то особенное в Писании если мы отложим хулу на Духу Святого про который Иисус сказал особенные слова если же кто скажет Матфея 12-32 если кто скажет на Духа Святого не простится ему ни в всем веке ни в будущем то мы видим что есть одно условие для прощения греха это признание это раскаяние это покаяние это поворот мышления это просьба о прощении прощает ли Бог грех которым человек не кается нет если человек в упорстве во грехе упорствует и не раскаивается и не просит прощения Господь не прощает Матфей 7-7 те же самые слова которые были сказаны раньше просите и вам будет дано и Господь говорит нам я прощаю и вы точно так же прощайте и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и как вы прощаете так и я буду прощать даже в этом стихе написано прости нам долги наши это слово прости это уже признание моей вины пред Богом прости меня я виноват пред тобой как ты прощаешь Господь так и я буду прощать если я прощаю должника без его на то прощения получается что и Бог должен прощать меня без моего покаяния но если мы просто по логике вещей прочитаем и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим прости нам как и мы прощаем но если я прощаю без чего-то покаяния значит Господь прости мне без моего покаяния но это абсурдно так думать как можно получить Божье прощение не раскаявшись 1 Иоанна 1 9 это основа прощения 1 Иоанна 1 9 если исповедуем грехи наши если исповедуем грехи наши то Он будучи верен и праведен Бог будучи верен и праведен Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды Лука 17 3 который читал раньше Если согрешит против тебя брат твой выговори ему И если покается Прости ему Следующий стих Лука 17 4 Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится И скажет каюсь Прости ему То есть для получения прощения нужно выполнить условия Его нельзя заслужить Никто не может заслужить прощения или быть достойным Мы все грешники Мы все достойны смерти за наши грехи за нашу неправду Но по милости Божьей мы имеем прощение и примирение с Ним через жертву Иисуса Христа До Христа народу Божьему нужно было приносить какую-то жертву в знак покаяния в знак просьбы прощения Иисус эту жертву принес за нас За меня За тебя За каждого кто приходит к Богу в покаянии Но если кто-то просит у меня прощения Я его не прощаю Вот тогда эти страшные слова звучат прямо ко мне И разгневавшись государь Матфей 18 дошла? Да? И разгневавшись государь отдал его истязателям Пока не отдаст ему всего долга Так и Отец Небесный поступит с вами Если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешение его Мы призваны учиться сострадания у самого Бога Ефесянам 4 32 Но будьте друг ко другу добры сострадательны прощайте друг друга как точно так же как и Бог во Христе простил вас Да, кто-то сделал мне больно Но Он просит у меня прощения Да, мне больно Но я прощаю Я прощаю потому что Бог учит меня прощать Потому что когда я прошу прощения Бог меня прощает Бог призывает меня понимать что человек мой ближний несовершен Он несовершен Он совершает много ошибок точно так же как я совершаю много ошибок Эти ошибки его могут причинять мне боль Бог учит отделять человека от его поступков И понимать что брат мой всего-навсего человек Который как и я нуждается в милости и сострадании Но если брат мой не понимает что он сделал зло мне Он не понимает что он сделал мне больно И такое может быть И это часто происходит И поэтому Слово Божье говорит прямо ответ на этот вопрос Лука 7.3 Опять тот же самый стих Если же согрешит против тебя брат твой Выговори Скажи ему И если покается прости ему Другое место это параллельное Матфей 18.15 Если же согрешит против тебя брат твой пойди и обличи его Между тобой и им одним Если послушает тебя То есть он покается он осознает он попросит у тебя прощения Ты приобрел брата твоего Апостол Павел пишет про любовь Божью ту самую любовь которую имеет к нам Бог и призывает нас иметь эту же самую любовь Смотрите какие замечательные слова 1 Коринфянам 13.5 1 Коринфянам 13.5 Любовь не бесчинствует Не ищет своего Не раздражается Не мыслит зла Любовь не мыслит зла Не держит в мыслях В мыслях не держит зла В одном из английских переводов написано Не ведет записи зла То есть не запоминает зло не помнит зло Значит Бог зла не держит в своей памяти Ну а как же тогда суд Божий Как же тогда суд Божий в самом конце времен в соответствии с делами каждого добрыми и злыми Откровение 20.12 Я увидел мертвых малых и великих стоящих пред Богом и книги были раскрыты и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в них сообразно с делами своими так получается что у Бога все записывается каждое дело и доброе и злое каждого человека но он не держит зла он не помнит зло он не записывает зло какое то зло которое было прощено то зло которое было омыто драгоценную кровью Иисуса Христа это зло смывается а то зло которое не омыто оно остается в записях в книгах Господь готов простить каждого прямо сейчас прямо сию секунду готов простить Господь каждого он говорит вот прощение мое Иисус Христос принес жертву за тебя возьми это прощение вот оно лежит прямо здесь образно говоря прямо сейчас он готов простить то зло которое человек осознал и признал и просит за него прощения Бог не будет терроризировать такого человека вопросами он не будет это делать как делают это люди когда ты просишь у них прощения ты просишь и он прощает и больше никогда не вспоминает никогда не вспоминает ни завтра ни через месяц ни через год ни даже в последнем в конце жизни на последнем суде он это не вспоминает оно было прощено оно было омыто и оно было забыто потому что самое важное для Бога это душа человека это то что человек осознает свое зло и меняется возвращаясь к Лука 17 4 и семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет прости ему каюсь он говорит я поворачиваюсь на 180 градусов иду ровно в противоположную сторону от греха я осознал мое зло каюсь прости меня я буду стараться не повторять это вот здесь милость должна превознестись над судом Яков 2.13 милость превозносится над судом и эта милость дает человеку благодать это благо для человека это милость потому что эта милость дает человеку возможность осознать свою неправду и повернуться в противоположную сторону покаяться милость дается тому кто кается вот давайте возьмем обычный суд человеческий суд который должен осудить меня за мою неправду покаялся я или не покаялся я достоин осуждения я достоин наказания это суд по справедливости у каждого действия есть последствия и если действие зло то последствия это наказание осуждение но вот здесь милость превозносится над судом и человек достойный наказания признавший свою вину раскаявшийся осознавший и повернувшийся в противоположную сторону измененный получает милость и эта милость во благо человеку потому что оно помогает ему меняться если же человек не кается такая милость будет ему во зло во вред а не во благо если помиловать человека который не кается продолжает жить во грехе и развиваться во грехе это приведет ему к трагичному концу потому что он так и будет продолжать в своем грехе не осознавая свое зло и не поменяв свою жизнь каждый человек достоин осуждения абсолютно каждый но принося свое покаяние осознав свою неправду мы получаем милость дорогие мои обратите внимание на темницу на темницу в притчах о тузниках темница это место где некомфортабельно где держит человека против его воли туда попадает человек чей долг не был прощен матфей 5 25 мирись с соперником с твоим вскоре пока ты еще на пути с ним чтобы соперник не отдал тебя судье а судья не отдал бы тебя слуге и не вверг тебя в темницу так и есть человек попадает в такое место который носит свои долги и не приходит чтобы получить от них свободу не приносит свое прощение и не попросит о его его долги помещают его в такое стесненное место и эти долги будут постоянно напоминать ему о себе но у нас есть великая надежда может быть даже больше чем надежда у нас есть великая уверенность что самый справедливый судья видящий глубину каждого сердца не отдаст тебя в темницу при одном условии 1 Иоанн 1 9 если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен судья наш будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды он очищает от всякой неправды который повесил на нас ближний не захотев простить и принять покаяние ему будет сказано тому кто не хочет принимать покаяние Матфей 18 32 33 злой раб весь долг я простил тебе потому что ты упросил меня не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего как и я помиловал тебя Бог заключает в темницу и более того написано отдает истязателям те кто сами просит прощения и получают прощение а потом отказываются простить тех кто приходит к ним и просит того же и это действительно мучение когда ты ходишь вне прощения и оно терзает тебя оно мучает тебя постоянно напоминает о той боли которую принес тебе ближний не дает спать и не дает покоя самое важное помнить что есть судья с большой буквой судья царь с большой буквой который решает кто идет в темницу а кто свободен а кто свободен решает царь кто действительно имеет долг а кому пытаются долг этот приписать наш судья вездесущий все знающий знает абсолютно каждую деталь и этот судья имеет полную власть освободить от долга освободить от долга которую ты принес пред ним и пред ближний и попросил простить тебе даже если ближний отказывается тебя простить наш царь наш судья имеет полное право освободить из темницы дав прощение которое ты попросил интересно с другой стороны посмотреть еще с одного угла на эту ситуацию в Писании и в Священном есть замечательные примеры ходатайства за зло других Иисус просил Отца Отче прости им ибо они не знают что делают Лука 23 34 Стефан просил за тех кто побивал его камнями Господи не вмени им греха севу и это замечательное ходатайство может привести человека за кого идет это ходатайство к покаянию в этом ходатайстве есть сила сила любви которая приводит человека к покаянию результатом такого ходатайства Стефана был Савл который покаявшись получил прощение и стал апостолом Павлом но вопрос прощает ли Бог зло которое человек не приносит в покаянии с просьбой о прощении даже если за него произносится ходатайство я думаю ответом в Писании 1 Иоанна 1-9 если исповедуем грехи наши если то он будучи верен верен и праведен простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды ничто не восстанавливает отношения с Богом как покаяние как покаяние которое восстанавливает наши отношения с Богом смотрите что произошло в Ниневе что обратило гнев Божий в милость Иоанна 3-я глава некоторые слова выбраны из 6-го по 8-й стих он царь Ниневи повелел чтобы люди ни люди ни скот ничего не ели и воды не пили и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих именно покаяние превратило уничтожение в милость ничто так не восстанавливает отношения с ближними как слова прости меня осознание своей неправды вины и изменение своего отношения к тому зло которое ты совершал это единственный путь к восстановлению отношений но вот тяжелый момент как же тогда быть с ближним как быть поступать с ближним даже такой вопрос как мне быть лично если мой ближний не приходит и не просит прощения неужели я должен носить в себе и мучиться потому что я постоянно помню его зло я не хочу жить вне прощений я не хочу этим болеть давайте посмотрим на Бога и возьмем пример с Него мучается ли Бог когда человек не приносит покаяния хотя человек совершает огромное количество зла против Бога живет ли Бог вне прощения конечно же нет конечно же нет какое у Бога отношение к тому кто к Нему не ходит с покаянием кто не осознает свой грех и продолжает грешить Езекиил 33.11 вот отношение Бога к человеку который перед Ним не кается живу я говорит Господь Бог не хочу смерти грешника но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был не хочу смерти грешника говорит Бог я не желаю ему зла я не желаю мести за ту боль которую он мне лично причинил Господь постоянно посылает свой свет постоянно присылает свой Дух Святой свою любовь и призывает к покаянию тем кто еще не кается говорит мое прощение вот я прощаю тебя я готов простить тебя ты можешь получить свободу все что тебе нужно это возьми попроси господь продолжает любить и нас призывает к тому же самому продолжать любить жить в свободе господь свободен от всякого мучения и нас призывает жить в свободе от всякого зла и эту свободу можно получить только от него и эту свободу можно получить только наполнившись его любовью к тому кто причинил тебе зло даже если он не хочет просить прощения 1 коринфолим 13 7 любовь все покрывает любовь все переносит дорогие братья и сестры не забывайте приходить к Богу чтобы Он напоминал вам мне нам наши долги предближными то что мы еще должны нашим ближним спешите примириться с ближним своим осознавая даже самую маленькую неправду признаваясь в ней и раскаиваясь в ней пред ближним и пред Богом говорите чаще слова прости меня и не просто бросая их как-то на ветер но глубоко осознавая эти слова будьте благословен благословен Субтитры создавал DimaTorzok